МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все возможно, знаю, будет сложно, но я все могу, все смогу. Убедно, да, очень хотела. Там возможности нет, не только возраст, там очень дорого. У нас за квартирой, ипотекой, ну, не тянем, чуть-чуть не тянем. Прям на хоккей заветные мечтания. Прям хочу выйти на лед, в КХЛ, 20 лет, потный мужик с другими мужиками, как забить, чтоб прям все встали, типа, вау! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Что происходит? Я так же буду мечтать и хотеть выйти на лед, быть хоккеистом. То, что было сейчас, это было просто офигенно. Я бы хотела актрисой стать, потому что, ну, мне нравятся первые спектакли, я бы хотела побольше узнать о театре. А ты любишь театр? Да. Ты там ходишь же в хороле, в студию детскую, да? Да. Потрясающе. Пройдем сцену, вы ее быстро приведите, и тот текст, который у нее есть, скажите. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нет, мамочка, это не он! Это не он! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На корабле я ни разу не был вообще, и в море не уходил. Ожидаю то, что я увижу мир, какие-то страны, может быть, какие-то новые города. Может быть, даже получится обойти весь мир. Вы находитесь на корабле, проекте, 2380, корвет, это электричная площадка. Это пусковой установки ПК-10. Просто шок для меня был. Как бы я не понимал, что делать, слова изначально потерял, пульс поднялся, страшно было. Спортсмены, музыканты, суворовцы. Смотря на этих детей, не остается сомнений, что в нашем мире возможно все. Девять ребят из Приморья стали главными героями сериала с вдохновляющим названием «Все возможно». Почему их истории стоит узнать и вам? За каждым фрагментом этого уникального регионального проекта. Первые шаги маленьких мечтателей к большой цели. Возможно, главные в их жизни. Как проходили съемки и сбывались желания, ребят рассказали создатели картины. Работать с детьми на самом деле очень непросто, но очень круто. Потому что каждый день, проводя с ними очень много времени, вся команда училась многому у них. И самое, наверное, что для меня яркое было от съемок, это то, что дети всегда были в моменте. Несмотря на то, что у них огромное количество дополнительных занятий, у них учеба, кто-то находится практически 24 на 7 на Химовском, Суворовском училище. Но они не перестают, во-первых, мечтать, а во-вторых, они находятся в моменте здесь, сейчас. Они наслаждаются жизнью, они проживают каждый миг. Мечта, самолет, только первый, да, ты первый. Над проектом работала совсем небольшая команда, но вспоминая девиз «Все возможно». Они исполнили желания всех детей из самых разных населенных пунктов Приморья. Хароль, Уссирийск, Артем, Находка. География съемок обширна, но только при просмотре откроются все карты. Участницы четвертой серии «Погодки» Лиза и Алиса поделились эмоциями от первой в жизни работы в кадре. Мы согласились, хотя не знали, что это, но когда мы начали уже, как можно сказать, добираться до нашей мечты, мы уже когда начали снимать, то мы все, нам было так круто. Все одноклассники теперь меня завидуют, что я снимаюсь в шоу. Хочется поблагодарить большую команду ОТВ, кто занимался созданием этого сериала. Я думаю, что сериал «Все возможно» действительно красивый и, конечно же, вдохновляющий. Я убежден, что ребята, да и родители нашего большого края смогут ознакомиться действительно с профессиональной работой ребят. Искренне бы хотелось, чтобы подобных проектов было больше именно с точки зрения профессионализма. Созданием сериала занималась группа продюсерского центра «Морское утро» совместно с общественным телевидением «Приморье». Главная идея – возрождение приморского кинематографа. Масштабный проект поддерживает правительство края и надеется на продолжение сериала. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова